Всем привет! Сегодня я буду продолжать заниматься облагораживанием нашей территории. Предыдущие два дня я занималась созданием вот этих вот заборчиков, но я вам не показывала. Сегодня мы привезли новую партию вот таких вот веток, они более длинные, и поэтому я буду продолжать, ну и покажу, что получилось. Сегодня день обещает быть очень жарким, действительно жарко, вот. И много что предстоит сегодня сделать. Сегодня выходной, как всегда у всех соседей играет музыка. Весело. Боже, вот веточки привезли. Ну да, много так-то нормально, хорошо. Из того, что я вчера успела сделать, хочу вам показать, похвастаться. В общем, я хотела сделать такой, знаете, закругленный немножко заборчик, в итоге это очень сложно оказалось. Ну, что есть, то есть. В общем, вот это вот я сделала, вот здесь я сделала, здесь я сделала. Ну, у меня сейчас задача будет какая. Я хочу еще с этой стороны продолжить. Ну, вы помните, да, по какой причине мы делаем эти заборчики? Потому что собаки все топчут, и у нас здесь цветы, у нас здесь грядки, и хочется, знаете ли, чтобы хоть что-то сохранилось. Потому что вот они прям, вот у них здесь тропы, и они прям на пропалую бегают и все топчут. Вот, знаете, как-то жалко вот эти вот цветы, видно, что они все подерганы, поломаны, потому что это все собаки. Вот они бегают, и они все ломают, и ничего не остается. Видите, какая у нас уже красота, у нас тюльпаны вовсю цветут. Ой, такое красное яркое пятно, когда выглядываешь из окна, просто любуешься, наслаждаешься. Ну, красиво. Совсем недавно кто-то из вас меня спрашивал, мол, а почему на деревьях нет листьев? Уже же апрель. Листья есть, просто на тот момент, когда я снимала, они были, ну, маленькие, и, скорее всего, в камере это не видно. А так вот есть здесь такая особенность, что сначала цветут на деревьях цветы, а уже потом появляются листья. Вот, наверное, исключения будут у нас с фундуком. Вот покажу вам фундучное дерево, да, вот, какие листья на нем вот сейчас, и в сравнении с тем же вишневым деревом. Ну, на вишне вообще маленькие еще листики, потому что она только-только зацвела. Еще не полноценно, но уже вот. И пчел много трудятся, опыляют цветочки. Вот вишневое дерево. Знаете, оно так красиво выглядит после побелки. Вот, вот вишня тоже. А вот это вот у нас очень интересное дерево. Это вишня, она скрещенная с черешней, тоже зацвела. Насколько я помню, что вот конкретно этот сорт называется мелитопольская вишня. Она по вкусу очень сладкая, ну, вот прям похожа на черешню. Она, можно сказать, не похожа на вишню, потому что вишня всегда обычно такая кислая-кислая. Грецкий орех вообще еще голый стоит, и там особо листьев не видно. Вот тоже дерево, забыла, как называется, а, зизифус, да, тоже голый остыет абсолютно. Или вот, например, покажу вам абрикос. Совсем недавно дерево отсвело, и только вот полезли листья. И так обстоят дела с другими плодовыми деревьями. Древьями персики уже отсвели, хотя недавно еще прямо пышили. Вот они тоже, видите, как бы листья-то небольшие совсем еще, но вот еще есть цветочки. Поэтому вот трава тоже запышила уже, надо ее косить. Травы много уже, уже все зелено. Вот так вот выглядит наш сейчас сад. Скрепляю я все палки с помощью проволоки. Я вот так вот закручиваю, чтобы она плотно держала наши палочки. Собачки ходят и проверяют, что мы тут такое делаем, что это за забор тут такой, зачем мы тут понаделали заборов наш рост, как мы сейчас топтаться будем. Будем менять направление их миграции. Кстати, насчет нашей новой собаки. Мы изначально подумали, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, потому что она постоянно прудила, когда мы запускали ее к нам домой. Она не терпела и постоянно много воды пила. А мы подумали, что, может быть, из-за этого ее вывезли и оставили погибать. Через какое-то время, вот сколько она у нас живет уже, сколько, наверное, месяца три? Ну, в феврале месяце. Так, март, апрель, ну, два месяца получается. Третий месяц. Третий месяц пошел. Абсолютно здоровая собака. Очень умная. Теперь она приучилась даже проситься на улицу. Вот она хочет в туалет, она подбегает к двери и стоит, ждет, чтобы ее выпустили. И выходит и писает на улицу. Ну, то есть умная собака. Так что, мне кажется, не из-за этого, да, могли ее выкинуть. Ну, может быть, конечно, когда она была щенком, может быть, она типа писалась. Может, уже устали от этого, как бы выигрались. Да, ну, короче, у нас сейчас никаких с ней особо проблем нет. Ну, наверное, кроме того, что грядки, они вместе бегают и топчут нам. Все, так собака абсолютно нормальная. Но насколько умная, насколько она понимает все. Вот еще она очень быстро обучилась своим непосредственным обязанностям. Она так хорошо защищает. Огород вообще, кто-то пройдет мимо, там такой лай, она сразу бежит, там такой топот. Пыль поднимается, аф-аф-аф. Прямо звоночек очень хороший. И свиней она перестала бояться. Теперь она спокойно гуляет по всему огороду. Она просто полюбила гулять по огороду. Все углы обошла везде. Вот у нее каждое утро начинается с того, что она делает обход в огороде. Вот такая вот собачка. Вот такой вот у меня получился заборчик, но мне не хватило веток. Так что я его буду продолжать, когда в следующий раз еще принесу на участок. Вот в этой части я как раз таки мне не хватило, собственно. А вот так вот выглядит очень круто. Мне прям нравится. Знаете, в таком украинском стиле. Еще сегодня я буду снимать наконец-то первый урожай в нашем огороде. А что это? Это редисочка, которая была посажена просто в открытый грунт. Конечно, те, кто, например, сажал ее в теплице, они уже давно первый урожай кушают. А у нас вот будет редиска первая с грядки. Мама вчера тут еще золой посыпала. В общем, редиска у нас уже здесь хорошая. Как вы помните, я здесь сажала редиску по такому способу, с помощью планшетки от яиц. Таким образом, сами семена, они были на неглубоком расстоянии в земле. И это даже хорошо, потому что у нас земля очень тяжелая, и редиске тяжело, она так или иначе выталкивается. А благодаря такому способу редиска получается чуть-чуть даже над землей. Вот, покажу вам, какая она уже хорошенькая. Будем срывать и кушать первую. Как классно вот, своя посаженная редиска. Еще можно будет пересмотреть видео и понять, что это был за сорт, который вот хорошо растет сейчас у нас. Да, как раз нам на ужин будет редисочка. Видите, как она выталкивается из земли? У нее просто хвостик в земле, и все. Прям, знаете, так приятно то, что... То, что ты посадил, вот оно уже поспело. Его можно вытаскивать. Вот хотя, знаете, тяжело понять, какая уже большая, а какая нет. На свой страх и риск. Вот эта маленькая. Она, кстати, французский завтрак с белым кончиком, хвостиком. Земля камень, хотя ее там и тяпкой, и вот это все делали, и поливали. Бесполезно, но такая земля у нас. Но я ищу, конечно, расти и расти. Мама сказала, что в прошлом году редиска первая была где-то либо 26, либо 27 апреля. Самое интересное, что мы в этом году купили очень много семян редиски, а посадили мы мало. В итоге у нас всего лишь вот эта грядка, которая уже поспела. На поле один такой ряд, но он еще не вырос. Ну и тут немножко, все. Ну вот такой вот первый свой букетик редиски. Совсем маленький, но все равно приятно. Тут разные сорта. Сегодня у нас выходной, поэтому мы решили сделать шашлыки. У нас сегодня будет очень вкусный ужин. Это на решетке, да, мы будем делать? Да, на решетке. Сделали курицу. Я вот замариновал. Сейчас перемешаю. Буду выкладывать и жарить уже буду. О, какие кусочки хорошие, большие. Так. Вот это от одной курицы мы тут взяли. Так. А все перемешку так положим. И ножки, и крылышки. Вот. Так. Еще решили картошку потом, печенку сделать. Да, печенку обязательно мы всегда делаем. Еще и хлебушек я хочу пожарить. Ну хорошо. Вот. Так. Все. Сейчас надо переворачивать. Мишка, что ты грызешь? Косточку, да, грызешь? Мишка. Грызешь. Мишка хорошо поет. Мишка. 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 Нарциссы-то. Ну, я вообще предложила тебе, вот я специально же расстояние здесь оставила, вот, чтобы цветы здесь посадить. Они будут, как бы, перед заборчиком и украсят. Мишка. Сейчас, конечно, уже они не будут цвести, но весной будет нормально. Уже будет живенько так, зелено. Компот свой. О, компот не домашний. Семнадцатого, ноль шестого, свежий. Это двадцать первого года? Да. От одной курочки получилось. О, зажаристое. Крышечка закрывай. Тащи, ага, вот. Сейчас будем картошку делать, туда ложить. Как не пролить? Ну, как без проливания? Через сколько готово, да, примерно? Двадцать минут. Угу. Ну, я иногда с запасом беру тридцать. Смотря сколько углей. Ну, обычно в двадцать минут. Ну, считайте, уже мясо можно есть со своими овощами и зеленью. Лук свой, редиска своя. Круто. Лучок. Здесь еще у нас вот такой соус есть. Табаско очень острый. Вот конкретно вот этот очень острый. Он получается, знаете, с каким вкусом? Тропический, экзотический фруктовый вкус. Даже покажу. Ну, просто все очень острое, любим. Вот уже сколько съели. Кто пробовал, тот знает, насколько он жгучий. Что его нужно буквально одна-два капли. И этого достаточно. Но так как мы любители острого, мы бахаем побольше. Так что для вкуса еще добавляю. Острого много не бывает. Ну, так обычно не говорят, конечно, но... Приятного аппетита всем. Наступило наконец-то время, когда можно уже на улице кушать. Уже не холодно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!